Всех приветствую, друзья. С вами Гамелькар Барко. Сегодняшнее наше видео посвящено онлайн бою, который прошел буквально час назад. Я играю за Германию, против меня, если я не ошибаюсь, дом сцепионов. Составом меня надят бой за немцев. Шесть отрядов Годической конницы в золоте, один отряд Благородной конницы в золоте и генерал в бронзе. Также из пехоты у меня три отряда топоров в золотой атаке, два берсерка, ну и здесь крестьянин, так, для отвлечения внимания. Ну и сразу видно, что у меня соперник, самый опытный игрок Арс. Он взял на этот бой шесть отрядов Притарианской конницы и шесть городских когорт. Наступает тремя отрядами конницы по флангам и тяжелые. Ну и когорты по центру, лучники здесь в сонкнутом строю у него. Ну я заметил, что у него здесь одна, один отряд, половина конницы на одном фланге, вторая часть конницы на другом. Конница непрокачена в защиту только в атаку. И в таких условиях у моей гокетической конницы появляются реальные шансы против кавалерии Притарианцев за счет того, что чардж у Готов гораздо более сильный, чем у Притарова. Атака у них примерно одинаковая, а защита у непрокаченных притаров и у Готов прокаченных примерно одинаковая. Плюс у меня конница по стройноклинам, а у моего соперника в этом бою нет. Я пытаюсь здесь, отвожу сюда еще и генерала, у которого вот Дудка есть. Я специально узел генерала. Это бой из-за того, что варварские фракции вообще очень любят убегать домой, чтобы поддержать им немножечко мораль против Рима, который славится своей моралью. Я взял Гену с Дудкой и здесь меня уже бросают в атаку. В построении клея, но смотрите, как сыпется с чарджа буквально римская конница. Здесь опять-таки мой соперник совершил еще одну ошибку, вкинул все три отряда своей конницы одновременно на один отряд моей конницы. И это тоже существенный минус, потому что это дает возможность моей кави чарджить не один отряд, а всю вот эту вот кучу конницы, которая стоит завязанной в бою. И как результат я продавил фланг, разбил три отряда конницы. Здесь я уже подвел своих топоров, я здесь хотел попробовать завести их и ударить сбоку по когортам Рима, потому что в лоб они тоже довольно-таки могут немало и бедно творить, но все-таки лучше, когда они бьют когда-нибудь сбоку или со спины. Ну и здесь мой оппонент по этому бою кидает остатки своей конницы на моих готов. Три отряда, три на три, но в принципе шансы у него здесь довольно-таки неплохие. Но опять-таки у него конница не стоит клином, это не дает ей возможности продемонстрировать свои лучшие способности этого первого. Во-вторых, у меня здесь стоят берсерки, которым только это и нужно было, чтобы куда-нибудь в бок ударить по войскам соперника. Ну и я здесь специально отошел для того, чтобы берсерковы дошли достаточно близко и после этого уже развернулся и атаковал и вкинул берсерков в спину римским преторам. И здесь тоже самое, здесь происходит момент с городскими когортами. Три отряда атаковали один отряд моих топоров и, собственно говоря, это была большая ошибка. Я завязал здесь топорами и, видите, в спину летят готы, чардж в спину и здесь большие проблемы у римских когорт. Само собой, что на фланге конница уже разбита, берсерки они практически без потери разъебали все три отряда римской конницы на фланге. Ну и врага остается четыре отряда городских когорт и они стоят в куче. Это просто идеально для берсерков, им это только и нужно. Но я здесь завожу с другого фланга топоров. С другого фланга у меня заходит готическая конница. Ну и посмотрите, что творят в мясе берсерки. Даже не потребовалось чарджа конницы в тыл для того, чтобы это все побежало. Ну, единственное, вот генерал залетает в бок. Ну и здесь остается разогнать лучей, что, собственно говоря, мы и делаем. Вот такая вот легкая победа. Такая вот легкая победа у нас получилась. С вами был Гамиль Карпарк. Всем спасибо, кто смотрел. Увидимся в следующих видео. Бай-бай.